Каждый может Высказать Не высказать Возвращаемся в программу Народная Трибуна И давай, наверное, чтобы закончить тему с Чикаго Пару слов о том, что Скорее всего Тело Джуси Смолета Найдет свое продолжение Скорее всего Будут разбираться с прокурором Кимберли Факс И там Бар написал письмо Что Что она Возможно нелегальностью попахивает В ее действиях А потом она заявила уже Что дело было закрыто Или силт Запечатано По ошибке А еще была теория Такая, что Не теория, а вариант Что они не хотели Чтобы его наказывали Уголовно Потому что Общественное наказание Будет гораздо сильнее Чем уголовно Помнишь, да? А еще не могу сказать Про Рама Эммануэля Но не был бы Рам Рамом То есть Когда он Восстал против такого решения И вдруг Он неожиданно Обнаружил себя По одну сторону С президентом Трампом И он почувствовал себя Совершенно Как бы Даже не знаю Как это объяснить Вдруг И он давай Он сначала выступил Сказал, что Трамп не следует Вмешиваться в это дело А сегодня я ехал Слушал Кусочек Случайно попал На его интервью По-моему Даже не знаю А интервью это было Или выступление Какое Но скорее всего Интервью И в общем Смысл Его выступления Свелся к тому Что виной всему Трамп Этот Трамп Создал такую атмосферу В которой Вот произошла Это Вот эта вещь Ну Насчет Рама Эммануэля И Эдди Джансона Вот Я Ну я всегда Слушаю Хрис Плэнт Всегда Шикарно Да И позвонил ему Один дядечка Который Потом он Дал понять Что он работает В Кук Каунте офисе Шерис офисе То есть Он знает Подноготную Всех вот этих Дрязг и так далее Короче Вот он Выдал Такую версию Я сначала Подумал Что ну Наверное Какой-то там Засланный Казачок А теперь Когда выступил Эммануэль Вот сейчас Публично Публично Я понял Что дядька Так и прав Значит Версия этого Дядечки Была такая Что И Рам И Эдди Джансон Так как Они оба То есть Эдди Джансон Эта фигура Назначаемая Она не Невыборная Так вот Эдди Джансон Уже по-любому Уходит Из Чикагской полиции В этом уже Все знают И Рам Эммануэль Тоже Как уходящий Мяр Они Должны Будут Это было до Их выступлений Это было за день До выступления Эдди Джансона Даже Вот Пресс-конференции Что Они будут Конечно же Кричать И возмущаться И как это И что это И куда это Почему Потому что Им так положено Они должны Создать Вот эту Видимость Того Что Возмущению Нет предела Для того Чтобы усыпить Как говорится Успокоить Всех тех Которые Тоже с ними Возмущаются На всякий случай Толик Напомни Что Эдди Джансон Это Супертендент Полиции Ну он полицейский начальник На всякий случай Но Я На тот момент Когда шла Этот разговор Прошу прощения Это было не с Плентом Это было с Раш Лымбо И Раш Лымбо Ему даже сказал Подожди Подожди Дай мне понять О чем ты говоришь То есть Ты Утверждаешь Что Будет Выступление Эдди Джансона И будет выступление Рамы Эммануэля Где они будут Возмущаться И он сказал Да Я Вот именно это Я об этом и говорю И я вам говорю Что ничего Из этого всего Не получится Когда на следующий день Выступил Эдди Джансон Я не слышал Его пресс-конференцию Я был здесь Но Когда я его услышал Вечером И когда я услышал Выступление Рамы Эммануэля Я еще подумал Хм Смотри Дядь как Такой общение Как будто он пишет Транскрипт И вот теперь Когда Рамы Эммануэля Наконец-то Показал свое Истинное лицо Я теперь таки понимаю Что по-моему Этот дядечка Таки был прав То есть Было Выступление Которое Необходимо Было сделать А теперь Когда оно уже сделано Теперь мы возвращаемся В нормальное состояние Демократов Где Рамы Эммануэль Противодействует Трампу И все нормально И все в порядке Все могут спать Спокойно Но Насчет этой Кимберли Факс Я думаю Что там Оно слишком Получило Огромный резонанс Для того Чтобы его оставили В покое Слишком огромный Я не поверю В то что Никто этим не займется Ну и Можно предположить Что она получила Слишком хорошее предложение Конечно Чтобы пренебречься Законом Не говоря уже об этике Она понимала На что она идет Она понимала Что она может потерять Во-первых Позицию Прокурора Средотерной Она понимала Что у него могут отобрать Лайсенс Лицензию адвоката Она это все понимала Дисбард И пошла на это Наверное Не за билет В этот Как его Unemployment офис В котором Ей придется сидеть И ждать Своей очереди Это уже выборная Должность у нее Давай попробуем Принять звонок Добрый день пожалуйста В эфире Слушаем вас Добрый день Спасибо за вашу передачу Пару замечаний По поводу Вот этого дела Смоллита По моему Вы не упоминаете Самого главного Фигуранта здесь Или самых главных Это Обама Мишель Друг семьи Обамы Что Кимберли Фокс Это Очень тесно Связано С Мишел Обамой Они даже по моему Похожи чем то И все идет оттуда И это дело Замяли исключительно По просьбе обама Конечно Мы уже говорили об этом Как И дальше не все продолжать Это круг Чикаго Понятно Спасибо Спасибо Мы знаем Хорошо Теперь давай Пойдем дальше Вернемся К Репорту Малера Малера И К письму Бара И к реакции Политиков И так далее Значит Что будет Я не читал Репортом Сколько 300 Больше 300 Не 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 Репорта Еще Никто Не Публиковал Я не читал Репорт Сам Я могу Предположить Почему Так сказать Вокруг Него Столько Шума Столько Всякой Билиберды Там же Будут Описаны Все Подробности Ну Во первых Там Выкинут Все Что Связано С Большим Жюри Конечно Потому Что Это Такой Закон Люди Которые Которые Не Призна Выступают В большом Жюри И Не Признаны Виновными Вся Эта Информация Должна Быть Закрыта Потому Что Человека Могли Оболгать Человека Вызвали В жюри Он Его Оправдал Жюри Все И Вот Эта Информация Должна Быть Закрыта То Чем Сейчас Занимается Уильям Бар То Редактирует Этот Репорт Значит Но Тем Не Менее Там Будут Такие Вещи Как Поскольку Флинн Его Обвинили Ему Предъявили Обвинение Значит Там Будет Написано Флинн Имел Контакты С Русскими С Послами С Другими И так Далее И Лгал Об этом Там Будет Это Написано Обязательно Там Будет Написано О том Что Доналд Трамп Джуниор Кушнер И Менафорт Встречались С Весельницкой Которая Пообещала Какую-то Грязь На Хиллари Клинтон И Вот Это Попахивает Калужин Понимаешь Нет Скажу Почему Послушай Послушаю То есть Вот Я имею Ввиду Что Вся Это Дребеди Будет В этом Репорте И Ничего Нового Что Смогло Перевернуть Сознание Людей В этом Репорте Не будет Но Это Даст Возможность Сумасшедшему Этому Шифу Недлеру И Впрочем А Еще Там Есть Больной На голову Сволвел Просто Ненормальный Человек Ну Собственно Так же Как И Шифу Из Калифорнии Понимаешь Ничего Нового В этом Репорте Смотри Как Все Ожидали Результаты Вот Этого Репорта Результаты Не читать Сколько Об этом Говорили По радио Сколько Газеты Все Ожидали Об этом Говорили Теперь Затребовали Сам Репорт То есть Сделали Трамп Хорошим А вот там То что Вот Вымарено То что Черным Закрашено Да Вот там Все Оставные Вот Как раз И Есть Вот Тут Всегда Будет К чему Прицепиться С одной Стороны Ничего Не Поменялось С другой Стороны Есть Некий Релив Что Там Сказано Что Не Было Конспирации Не Было Заговора Ни Трампа Ни Его Помощников Как Сказал Анатолий Мы Должны Радоваться Теперь По поводу По поводу Препятствия Правосудия Трамп По Простоте Душевной Заявил Там В интервью Помнишь На ABC По Моему Что Да Я Бо Его Так Или Иначе Выгнал Этого Коми Коми Я бы Его Так Или Иначе Выгнал Потому Что Он Произнес Вот То Что Связано С Расследованием Я То Понимаю Эмоционально Почему Он Так Сказал Потому Что Трамп На Тот Момент Точно Знал Что Это Чисто Заговор Что Все Это Сфабриковано Специально Для Того Чтобы Его Свалить И Поэтому В связи С Расследованием Эти Все Перевернули И Это Есть Препятствие Правосудию В то же Время Они Сколько Нам Обещали Что Трамп Уволит Малера И Закроет Они Об этом Твердили Постоянно А уж Потом Когда Ушел Сэшенс Пришел Витакер Они Уже Абсолютно Точно Нас Уверили Что Но Часто Он Точно Уволит Малера Или Прекратит Финансировать В общем И Не Случилось И Не Случилось И То Что И Так Далее Ничего Сережа Эта фраза Не Значит Ровно Ничего Если Учесть То Что Не Было Калужин Поэтому Раз Не Было Калужин То Не Было Андерлайн Преступление Это Репятствовать Расследование Этого Преступления Зачем Это Логика Ну Где Нет Это Не Логика Это Закон Нет Это Логика Это Закон Это Закон Если Нет Андерлайн Крайн Должно Быть Инвест Гейли Сама Крайн Не Соспешен Тук Мы 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 Понимаем Что Преступления Не Было И Этого Расследования Не Должно Быть Конечно Да По Идеи Нет Оснований Для Расследования Потому Что Расследование Назначение Специального Прокурора Производится После Того Как Есть Преступление Для Того Чтобы Его Расследовать До Конца Потому Что Есть Противоречия Какие То В общем А тут Преступления Не Было Просто Сделали Сейчас Все Больше И Больше Появляется Становится Достоянием Гласности Мейлы Переписки Которые Говорят О том Что Это Была Спланированная Операция Скажи Попалдополоса Обвинили Дали ему 14 дней Тюрьмы А Его Таскали Зато Заколужин С Русскими Он Никогда В своей Жизни Ни с одним Русским Не Разговаривал Ему Заслали Агента ФБР Который Сказал Что У него Есть Грязь На Хиллари Причем Агент ФБР Сказал Попалдополосу Что У русских Есть Грязь На Хиллари Попалдополос Сказал Австралийскому По-моему Министр Этому Дипломату Что У русских Есть Грязь На Все Это Калужин Идиотизм Теперь По поводу Встречи В Трамтауэр Весельницкой Которая До этой встречи Встречалась С Фьюжн GPS С Гленом Симпсоном И после Этой встречи Встречалась С Гленом Симпсоном Который Все это Дело И фабриковал Который Получил Бабки От Клинтонши И от Демократической Партии Нанял Стила Стил Связался С русскими Этими Чекистами И они Его Подпичкали Этой информации То есть Вот то что Хилари Заплатила 12 миллионов И купила Фальшивую Грязь На Трампа Это не Калужин А то что Джуниор Встречался С Весельницкой Которая На самом деле Вела разговор Об отмене Акта Магнитского А не о какой Грязи Это Калужин Акт Магнитского Не нужен был Это все Было По-любому Подстроить Нормально Это был Пустой разговор Она что Что-то делала По поводу Акта Магнитского Накануне У Весельницкой Была проблема С получением Визы Въездной В Соединенные Штаты Америки В Соединенные Штаты Америки Усилия Милореты Линч Которая была Генеральным Прокурором В администрации Барас Барашки Барак Барака Обамы Она Протолкнула Ей визу Это так Случайно Получилось Да Так же Случайно Как Билл Клинт То есть Только Вагиноголовые Могут не понимать Что это Было Что это был В чистом виде Заговор С целью Не допустить Кандидата Трампа Выиграть Президентские Выборы А потом Как план Б Иншуренс Полоси Чтобы свалить Его через Импичмент Сфабриковав Все это Дело Но ведь На этом Никто не Успокоился Шиф Выпучив глаза Продолжает Орать о том Что он точно Знает Что есть Все прямые Доказательства Калужин Ну помнишь Как бы Вашингтону Постписала Она сказала Что вот это Расследование с Весельницкой Это будет Это будет Поворотным моментом Поворотным моментом В расследовании Они об этом говорили О чем Каждый раз Какой-нибудь слив Происходил Они Ну все Ну теперь-то уж Точно Трампу не жить Уже точно И уже Брэнон Выползал На МСНБС И говорил Трамп Предатель Предатель Он обвинял его В преступлении Которое Наказывается Смертной казнью Так сейчас До сих пор Сволвал Говорит Что там Предатель Да И он просто Сейчас пока Получила срочку Это партия Сумасшедших Антисемитов Я просто Уму непостижимо И как могут Нормальные люди Заниматься А ты вчера Кстати слушал Выступление А то я забуду Единственный Положительный момент Это после того Как вышел доклад Малера CNN и MSNBC Потеряли своих зрителей Рейтинги просто Они знают о чем говорить Я же Вниз Это же нужно Не уважать себя Чтобы два года Слушать ложь Которая тебя Пичкает И пропаганду И потом в итоге Тебе говорят Слышь Так это все Булши Смотри Вот чем вы Зачем Это бабки Чем отличаются Журналистики От пропаганды Журналистика Это когда Обсуждаются Какие то факты Значит пропаганда Это когда Обсуждается Ложь Заведомая ложь То есть Дали вот Вот эту Вот эту Кусок лжи Полтора года назад И все Вот это время Обсуждалось То есть Все это время Была пропаганда Давайте попробуем Послушать Да конечно Радиослушатели Возможно Они с нами Не согласны Добрый день Пожалуйста Здравствуйте У нас Время Нет Я вам хочу Дать идею А вы Порассуждайте Потом Значит Раз Кто Когда Расследовал Незамисимый Прокурор Клинтона Это было Совсем Другое Дело У него было Очень широкое Поле Где он мог Делать Когда коснулось Насчет Трампа Там было Только То что Касалось России Но После Того Как расследовали Клинтона Конгресс Переделал Все это То что Касалось Независимого Прокурора Абсолютно Новое В этом Случае Теперь Все Контролирует Генеральный Прокурор Так что И он Должен Проверить Все И дать им Ответ Таков закон Но поскольку Люди В принципе Не знают Поэтому Медиа И Конгресс Демократический Пользуется тем Что люди знают Что было раньше И они сравнивают Это не сравнивается Спасибо Спасибо большое К сожалению Время больше нет Еще один звонок И на этом будем заканчивать Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте А у меня вопрос Не по теме У меня экономический Вот пропагандисты Кремлевские Там Америка У нее Там В долгах 21 триллион А Калифорния Восьмая экономика Мира А вы не можете Сказать Весь бюджет Америки Где-то Где-то 4 триллиона 300 миллиардов Долларов Я думаю Может быть Это не очень точно Но примерно так За 4 триллиона Бюджет Добрый день Здравствуйте 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 Владимир Сан-Франциско Здравствуйте Владимир Трамп Наступление Похоже Мы перешли Наступление Так что Абсолютно правильно Спасибо большое Я еще добавлю Что Дэвин Нюнес Готовит Криминал Рефер Уже подал Уже подал Все Значит Генеральный прокурор Будет рассматривать Насколько они обоснованы И скорее всего Скорее всего Кому-то придется Во всяком случае Очень хочется В это верить Что правосудие Восторжествует Что правосудие Восторжествует И Чтобы впредь Этого не повторялось Ведь мы превратились В банановую республику Когда Уходящая администрация Уходящая преступная Криминальная администрация С помощью Наиболее могущественных В мире Спецслужб Пытается Так сказать Определить Или назначить Нам президента Но это Когда говорят В Америке Этого никогда не будет Я говорю Никогда не говори Никогда В Америке может произойти Все что угодно А директор Одной из этих спецслужб Теперь говорит Ну может быть Я получил Неправильную информацию Да Некачественную информацию Поэтому я заявлялся Прямо придать Друзья мои Все Давайте мы в этом месте Закончим Спасибо большое Олег Патлак Анатолий Червец До свидания Всем всего хорошего Хороших Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok